всем привет народ вы на канале sky top games и сегодня мы посмотрим вместе с вами новый геймплей от разработчиков война миров war of the worlds и так геймплей у нас представлена и он идет 42 минуты посмотрим что добавили что изменили не знаю не смотрел мне кажется или они немножко изменили заставку игры начало я кстати подкрутил немножко гамму потому что ролик очень темный новые световые эффекты а какие именно вспышки в небе нажму на паузу мне очень не нравится то как они реализовали вот эти крики нпс кричащих людей до люди на панике бегут от треножников и голоса просто со всех сторон просто просто со всех сторон и очень увеличен звук просто шум честно вот безразборный какой-то набросок звука криков людей но здесь мне нравится что добавили большое количество нпс как я хотел когда мы смотрели прошлый геймплей увеличено количество нпс которые убегают убегают от треножников так знаете что я посмотрим их не модельки как они вообще реализована а где люди того но я заметил что нпс не похожи друг на другу как знаете в таких старых каких-то игрушках то есть лицо одежда прям вот ну разный просто человек они не однообразны и знаете что мне понравилось они вроде бы не стопорятся да они бегут они не втыкаются не в деревья посмотрим как там дальше будет я не знаю у каждого своя обработка хода они не стоят вроде на месте не смотрят вот это классный просто офигенный хорн убер пода да это все тот же unity подождите а что что творится с одеждой она почему она летит от земли простите меня если взрывается человек как помните это по фильму то ну да она должна лететь вверх но потом опускаться вниз это одежда что с гравитацией в этой игре ее нету давайте еще раз этот момент посмотрим вот он она улетает в космос классический крик классический крик треножника мне сейчас не понравился как сделан луч хотя до этого вроде бы выглядело все иначе он должен исчезать за долю секунды но он как будто зависает слишком много криков людей слишком много непонятных просто накидали без разбора честно причем здесь я не вижу ни одного человека ни одного нпс нету но крики просто со всех сторон и он и и и и и а что с проводами вон там подождите стойте 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 что с проводами вот на этом кадре на этом моменте посмотрите здесь вроде бы должен стоять столб до на котором висят провода но электрики видимо умудрились как-то вот так вот протянуть провода и загнуть их в этом месте где столб то ли столб стоял треножник вроде сюда стреляла может быть конечно я пропустил что столб упал а провода так и остались висеть ну ладно я надеюсь что это все доделают сегодня мне кажется что то больше минусов даже такие моменты рафа определенно надо уже исправлять я думаю он видит все я думаю игра не будет реализована в этом году я почему-то так предчувствую что она не выйдет в ранний доступ одежду явно надо переделывать анимация она не должна лететь от земли если человек взрывается одежда должна разлетаться в разные стороны причем ускорить на промежуток этого времени резко потом потихоньку опускаться вниз а вот это вот это вот мне нравится слышите да нпс не просто кричат визжат а еще что-то говорят какие-то возгласы какая-то разговорная речь у них имеется то есть я слышал сейчас на фоне быстрее быстрее уходим убегаем здесь опасно а что вот с этим нпс простите он что решил сходить по-маленькому за угол ну окей все таки наверное модельки нпс немножко еще тупо латы они да он воткнулся в дом и уж сильные очень у них рывки когда они бегут гражданская оборона это круто классно в последние разы в прошлом геймплее я вроде не помню чтобы была гражданская оборона чтобы была сирена это наводит какой-то страх такой да атмосфера атмосфера а на месте вот этих остатков останков да наверно стояла большое кирпичное здание надеюсь это стоял не деревянный дом который превратился в каменные вот такие разрушения а вот здесь почему-то лучи от выстрелов треножников еще до исчезают за доли секунды может это так только работает в инвизе пока ты наблюдаешь я не знаю но админ видит так а в игре надо доделывать определенно надо доделывать он топорный куда люди идут зачем нпс идут в сторону треножников то ли они их не видят они уже должны драпать либо знаете классический так бы сделали они видят треножника они нагибаются на корточки вот до побежали нпс побежали они прячутся за машинами прячутся за какими-нибудь предметами это было бы классно они просто бродят классика ну гравитация понятно я понял гравитации в этой игре нету как на луне я понял разрушение зданий до ну с разрушениями здания скажу рав однозначно постарался принципе для такого движка это нормально какие же офигенные звуки убер подов а что что но это прям вообще в жанре в жанре классики просто фэнтези фантастически сделано разрыв ушей просто днем кстати атмосфера ужаса в этой игре не так чувствуется да согласны еще хорошо построены звуки разрушений зданий по крайней мере на этом этапе ладно как же мне режет слух прям вот эти крики людей ох нифига себе вот это выжигание людей было увидели нпс туповатый смотрите стоит крутится на месте смотрите а он решал в какую сторону бежать он пробежал сквозь дерево и треножник его сжег нормально он привлекал внимание я понял я обращу ваше внимание еще на один минус что это за источник горения но здесь ладно понятно горит то ли какой-то бак то ли часть от машины непонятно мусорный бак здесь же огонь бьет прямо из-под земли как будто знаете газовая труба ее пробила может быть может быть прав так сделал типа проведены газовые трубы разрыв но по мне это нелепо это горит трава трава так не должна гореть даже если какая-то часть крупная часть там колесо но окей но я здесь я ничего не вижу это горит так трава огонь не должен быть таким он бьет из-под земли о посмотрите смотрите вот здесь вот слева самолет падающий вот а вот такие моменты в игре нужны однозначно придаёт ужас а где самолет разбился он вроде бы должен был упасть и тут может быть конечно за зданиями ну ладно но я бы хотел бы увидеть взрыв самолета почему бы нет да все таки я был прав мои мысли были верными каменные здания видите вот на той стороне и разрушение это до кирпичные здания которые разрушены там это не деревянные здания я думал что такими большими камнями валяются деревянные здания какие-нибудь деревянные домики там не знаю нет нет и и и всюду летают военные истребители да классно всюду летают военные истребители да классно так это у нас военная база атака военные базы давайте посмотрим кстати военную базу дам давно давно показывали это год назад предупреждение предупреждение а вообще по идее сейчас должны сработать какие-нибудь зенитные орудия если они установлены на этой базе а что здесь делают нпс люди здесь должны быть военные но не нпс и может это конечно гражданские военные а а вот подождите выстрелы а вот типа это типа во работает зенитное оружие здорово хорошо клево нпс опять застрял смотрите в плащ палатки вау 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 это было красиво вау тряска камеры это че это а это мы так идем просто а это сцена из фильма кстати 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 это по моему баржа да 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 она самая а когда мы упали воду я не видел никаких всплесков было бы классно конечно если бы знаете так по камере капли такие воды истекали бы а я многого хочу да согласен вау вау и вау 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 я я не придирчив но просто хотя бы те моменты которые прям ну и глазом по-любому то увидишь даже если ты будешь слепой ты увидишь самые значимые моменты нужно исправить принципе вот как машины были прилипшими к барже когда баржа перевернулась машины уже должны были съезжать баржа чуть-чуть начинает переворачиваться автомобили уже должны съезжать но получается вы видели до момент баржа перевернулась и автомобиль стоит и раз и сразу съехал силу тяготения никто не отменял и опять же мы пробежались мы были в воде мы упали в озеро а что-то я не видел чтобы мы плыли мы как-будто бежали по воде вау о да ладно серьезно а вы слышали этот звук тонкий такой пронзительный это оглушение в игре здорово кто играл в шутеры по типу армы 3 до с модами с дополнениями тот поймет блин клево классно сделано офигенно представляете вас оглушила и вы просто в какой-нибудь ситуации запутаетесь просто дезориентируетесь я побежал просто везде со всех сторон выстрелы треножников круто но честно я бы даже на только на таком этапе игры я бы хотел бы сыграть в этот продукт пускай он будет чуть сырым но самое главное чтобы проект разработчики не забрасывали и по мере возможности выпускали патчи с исправлениями различных багов недоработок переделкой механик анимации мне нравится что у проекта достаточно большое количество патреонов которые финансово помогают развивать проект и эти люди являются закрытыми раз тестерами которые постоянно каждый день они сидят и ищут различные недочеты недоработки вместе с рафом на дорожной карте кстати можете все посмотреть огонь бы переделать как который горит на деревьях так не горят деревья здесь я поставлю на паузу посмотреть новый инвентарь новый инвентарь что у нас здесь появилось так граната и граната по моему были релы это био йогурт или что это таблетки антибиотики обезболивающие бейсбол наверное скорее всего вот это вот как правильно она называется короче здесь кровь очки можно кровь переливать наверно но это скорее всего да это восстанавливать будет тебе хп нам для восстановления хп какой-то мармелад так а что у нас тут и вот и за ячейки подождите-ка еще раз к борт бакап так вот наш рюкзак а это что находится в этом в различных шкафах я понял зимний биом я бы конечно сказал что это сибирь какая-нибудь было бы классно найти если можно было бы играть в разных локациях планеты земля то это было бы однозначно сибирь они добавили звуки падающих тарелок банок и всего прочего что стоит на столах шкафах но они не сделали так чтобы это хотя бы просто падала во время тряски земли бьющаяся посуда классно и и и и и и и торнадо вау 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 торнадо она просто выглядит неимоверно круто детально я бы даже сказал да с этим проблем здесь нету конечно здесь я даже молчу я ничего не скажу а Простите, самолет загорелся сам по себе? Я даже не видел луча, чтобы его сбил треножник. До шести треножников на карте будет? Ну понятно, это показывает, как треножники будут на второй день делать красную почву, да? Смотрите, как долины светятся красным. House. Да, 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 совершенно новая реализация красной почвы. Совершенно новая, офигенно. Серьезно, смотрите, они сделали. Сейчас подождите-ка. You can wake up to your building being probed. Мы не сможем уходить из здания, если зонд будет в доме. Нам придется прятаться, нам придется прятаться либо отбиваться. Это что было? Это пришельцы зашли в дом? Честно, мне жутко. Я бы, конечно, не стал бы делать это на его месте. Включать фонарик. Мне кажется, прицел перекрестие, да, какое-то слишком огромное. Я бы в этой игре убрал бы. Ну, я думал, что в дом зайдут пришельцы. По итогу, я никого не увидел. Очень странно. Очень странно. О-о-о-о-май-гад. А нельзя сразу включить фонарик и... Четырех выстрелов убил его? Это было легко. Сейчас просто такая атака, походу, должна быть на это здание. Ну, убийство пришельца слишком лёгкое. Очередной зонд. Единственные звуки, которые в этой игре надо исправлять, это звуки NPC. Так всё на максимум, на высоте, я бы сказал. Мы можем привлекать внимание. Смотрите, мы кинули камень или монетку. Вы видели, да? И вниз мы не можем идти. Потому что оттуда идёт зонд. Интересно, каковы шансы здесь выжить, спрятаться и не быть незамеченным? А у нас же есть вариант того, что, наверное, можно взять топор и разрубить эту хреновину пополам. Помните, как в фильме? Топор же здесь в этой игре есть? Да, да, да. Смотрите, какие-то различными частями можем... Да ладно, серьёзно, я только об этом сказал. Вау. Вау. Ну, слабовато анимация выглядит. Продолжение следует... над анимациями стрельбы некоторого оружия надо тоже работать извините это в руках серьезная винтовка это м1 грант что ли а стреляет как пистолет макарова пришельцев слишком легко убить это это не должно так быть они должны агриться он просто себя дал убить вроде даже шрамы есть на их теле это скорее уже тот промежуток времени когда треножники начинают умирать я так думаю нету защитного купола птицы уже садятся прямо на них на треножников плюс это четвертый день и обратите внимание красная почва превратилась в серую да это день смерти треножников однозначно почему он все время так перебирает щупальцами кто мне скажет напишите комментарии габелла интересно даже что-нибудь новенького мы здесь увидим в этом геймплее за каждого убитого человека нам дается 10 поинтов даже за разрушение зданий даются поинты вау мне уже почему-то хочется прокачать своего треножника разрушение зданий великолепно хорошо выглядит немножко топорно еще но окей не всех зданий конечно ах да мы же сможем играть за зонт но камера совершенно новая видите в таком изогнутом состоянии поле зрения раньше она была чисто прямой вроде сейчас же нет наоборот мне уже почему-то хочется поиграть за треножника кстати а что с проломами выбиваниями дверя исправили их или нет а двери просто открываются а 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 даже металл прожигают вы видели вышку просто высоковольтную пополам просто выжгла кто-то писал в комментариях под прошлым роликом что здесь не нужен вид от третьего лица ну почему же ребят мне хочется смотреть играю за треножника что происходит в поле мы моего зрения почему они должен видеть окружающий мир за человека за человека не надо мне уже хочется все сжечь а рушить ломать вау вау еще бы я посоветовал бы разработчикам не делать исправить немножко разрушение зданий в том плане что не нужно с одного выстрела чтобы она уходила вот так вот под землю до разрушалась нет частями частями выжигать частями чтобы ломалась это слишком легко да вот как с ангарами видите да вот чтобы вот так вот хотя я не знаю силу луча этого может там от выстрела такое давление создается что здание просто рассыпается в клочья плавит плавит здание плавит вау 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 эммая есть есть на чем работать нужно работать определенно определенным а вот почему-то здесь я смотрю очки не насчитываются за разрушение здания а вот за автомобили разрушенные до раф сделай так чтобы они не отлетали как блин я не знаю как скорлупа от семечек сделай в игре гравитацию нормальную я верю что кто-то из смотрящих данный ролик досмотревших до этого момента будет вести именно вот такой геймплей играя за треножника просто будет хардкор просто уничтожать все на своем пути просто выжигать каждый миллиметр блин в игре ну судите сами где есть какие доработки недоработки в игре да кстати поздравляю я этот замечательный канал орус ворлдс 100 тысяч подписчиков они показали похвастались серебряной кнопочкой молодцы фанатов достаточно много у данной игры считая то что 100 тысяч подписчиков на канале уже наверно даже уже чуть больше у них просмотры некоторых видео у них зашкаливает за миллион то есть фанатов игры достаточно очень много я надеюсь что все что мы сегодня увидели все эти недоработки это все будет определенно сделано пускай не торопится с выходом игры пускай лучше мы еще подождем еще полгода да потому что говорят в этом году она точно скорее всего не выйдет в или асс вот лучше пускай еще работают ну а мы в скором времени увидим еще один но наверное новый сочный геймплей пальчик вверх подписка на канал